Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на портале экзегет.ру. И сейчас мы с вами продолжим читать книгу Пророка Варуха и прочитаем вторую главу. Во второй главе автор продолжает свою молитву, в которой звучит объяснение, почему на Израиль пришли такие бедствия. Итак, мы будем читать не по стихам, будем читать по предложениям или иногда по абзацам, чтобы увидеть всю мысль автора, изложенную вот в этом отрывке. И исполнил Господь слово свое, которое он изрек против нас и против судей наших, судивших Израиль, и против царей наших, и против князей наших, и против всякого израильтянина и иудея, что он наведет на нас великое бедствие, каких не бывало пред небом, как сделал он в Иерусалиме, понаписанном законе Моисея, что мы будем есть один плоть сына своего, а другой плоть дочери своей. Господь когда-то обещал, что если Израиль будет отступать от него, не исполнять его заповеди, нарушить завет, то Господь накажет. Самым страшным наказанием, которое можно было представить для людей того времени, это изгнание с обещанной обетованной земли. Здесь автор книги говорит о том, что Господь изрек когда-то, это во времена Моисея, и он исполнил. Он навел великие бедствия, самые большие бедствия, которые были, которые можно представить. И здесь мы можем услышать такую параллель, или точнее провести параллель с Евангелием, в которой Господь говорит о разрушении Иерусалима в 70-м году, уже после его Рождества, о том, что будет великая скорбь, такая, которой не было ранее на земле. В последнем стихе этого отрывка, в третьем, автор говорит о том, что одно из наказаний будет в том, что родители будут есть плоть своих детей. Ну, это страшное наказание. Ну, понятно, что каннибализм – это что-то жуткое такое, неестественное, но представьте евреи, которые так были чудолюбивы, и им придется питаться плотью своих детей. Следующий отрывок с 4 по 5 стих. «И он отдал их подданцы всем царствам, которые вокруг нас, на поругание и опустошение всем окрестным народам, между которым рассеял их Господь. И мы оказались снизу, а не наверху, потому что мы согрешили пред Господом Богом нашим, не слушая глаз Его». Если смотреть на вавилонский плен, то, конечно, евреи не попали под власть, под поругание и опустошение от всех окружающих царств. Все-таки на Израиль напали вавилоняне, и они победили. Победили Южное царство, и они увели в плен евреев из этого царства. Но вот этот образ, что евреи оказались ниже всех, их стали угнетать язычники, хотя язычники – это те, кто не знает истинного Бога. А евреи знали истинного Бога, но однако попали под их власть. Вот эта фраза «Мы оказались внизу, а не наверху», она перекликается с книгой «Второзаконие». Господь обещает евреям быть наверху. И такая очень интересная метафора используется. «Ты будешь головою, а не хвостом». И как это возможно? Только через исполнение заповедей. Евреи нарушили заповеди, и они оказались хвостом. Следующий отрывок связан с тем, что евреи не молились. Это с 6 по 10 стих. Читаем. «Но у Господа Бога наша правда, а у нас и отцов наших стыд на лицах, как сегодня. Все те бедцы, какие Господь изрек нас, постигли нас. Мы не молились перед лицом Господа, чтобы он отвратил каждого от помышления злого сердца его. И Господь наблюдал над всеми бедствиями, и навел их Господь на нас. Ибо Господь правен во всем, что заповедовал нам. Но мы не слушали глаз его, чтобы ходить в повелениях Господня, которые дал пред лицом нашим». Когда-то Господь дал евреям заповеди. И евреи согласились исполнять эти заповеди. Если мы вспомним, чтобы было лучше и понятнее, о чем идет здесь речь, как Бог даровал заповеди, и как Он заключал завет. Иногда мы так представляем, что евреи пришли, Бог им дал заповеди, и эти заповеди им пришлось исполнять, или пришлось принять заповеди. Это не совсем так. Господь приводит евреев к горе Синай. Через Моисея Он открывает свои заповеди, и евреи знакомятся с этими заповедями. То есть, от них еще не требуется исполнение этих заповедей. Евреи познакомились с заповедями, а только потом они уже сказали, да, мы будем исполнять эти заповеди. Да, мы все будем слушаться, что говорит Господь. А потом Господь уже заключает завет, и уже после заключения завета исполнение заповедей становится обязательным. Точно так же и в Евангелиях. Господь приходит, открывает новозаветные заповеди, но они еще не действуют. Почему? Потому что продолжает действовать еще прежний Синайский завет. Господь открывает заповеди, люди узнают эти заповеди, слушают эти заповеди, а потом только заключается новый завет, и тогда уже, да, заповеди начинают быть обязательными. То есть, когда предки тех евреев, которые уведены были в плен, выбирали Господа, заключали с ним завет, они уже знали, что Господь от них хочет. Все, что делает Господь, это правда, и это правильно, и это праведно. И еще, еще что интересно. Мы используем слово завет. Завет как договор между Богом и людьми. Две стороны. И у каждой стороны свои права и свои обязанности. И как ни странно может быть прозвучать, у Бога тоже есть свои обязанности. Он должен что-то делать. И вот автор книги говорит, что Господь со своей стороны все делал, что прописано в завете. А вот отцы и мы этого не делали, и поэтому мы должны стыдиться. Обратите внимание, автор говорит, и отцы, и мы. То есть, мы, то есть, те люди, которые живут во времена вот этих бедствий, они исполняли или повторяли то же, что делали отцы. Они ничем не отличаются от отцов, и поэтому наказание правильное. Следующее, на что стоит обратить внимание, что те бедствия, которые пришли на евреев, они были уже предсказаны Господом. И еще, мы не молились, чтобы он отвратил каждого от помышлений злого сердца его. Вот здесь очень интересная мысль, которая говорит о том, что чтобы человек преодолел греховные наклонности, он должен молиться. То есть, иметь помощь свыше. То есть, своими силами сделать он не может это. Все, что он может, это помолиться. Помолиться – это сделать сам, а Бог даст ему силы преодолеть эти сложности. Вот как раз здесь говорится о действии и благодати Божией, и человеческой воли. Но евреи не молились, и поэтому Господь послал на них бедствия. Господь праведен. Все, что он делает, все правильно. Евреи же не слушали слов Господа. Следующая – это молитва переселенцев. Она достаточно большая, поэтому прочитаем ее там тоже отрывками. «И ныне, Господи Божий Израилев, ты, который вывел народ твой из земли египетской, рукой крепкой и знамениями, чудесами, и силой великой, и мышцей высокой, и сотворил себе имя, как сегодня, согрешили мы, поступали нечестиво, неправильно против всех устал, ты, Господи Божий наш, да отвратится от нас ярость твоя, ибо мало осталось у нас среди народов, между которыми ты растел нас. Услышь, Господи, молитву нашу и прошение наше избавь нас ради тебя, «И дай нам милость перед лицом тех, которые переселяют нас, дабы вся земля опознала, что ты, Господь, Бог наш, так как имя-то наречено на Израиле и роде его». Автор ссылается на историю выхода из Египта, исхода из Египта, и как бы проводится параллель египетский плен и вавилонский плен. Чем закончился египетский плен? То, что Господь вывел евреев. Чем закончится вавилонский плен? Тем, что Господь выведет евреев тоже из плена. Здесь понятно, что чудеса, знамения, сила великая. Очень интересное выражение «мышца высокая». Когда я начинал читать Библию, это было в 16 лет, меня вот эта фраза «мышца высокая» очень удивила. Я не мог понять, что значит «мышца высокая», а потом понял. Наверняка вы видели фотографии культуристов, когда у них высокие мышцы. Вот эта мышца, то есть Господь сильный, у него большие бицепсы. Понятно, что это антропоморфизм, то есть Богу приписываются человеческие черты. Но как описать Бога, как показать его силу? Сказать, что у него высокие мышцы. Значит, у евреи не исполняли заповеди, о чем здесь говорится. Здесь автор книги молится о том, чтобы Бог перестал гневаться, потому что евреев осталось мало. И что он просит? Он просит о том, чтобы Господь сохранил евреев пред лицом их угнетателей. Вот почему? Чтобы все народы увидели, что Израиль – это Божий народ. Вот тут интересно, как имя-то наречено на Израиле. Здесь можно понять двояко. Ну, во-первых, Израиль, борющийся с Богом. Но, с другой стороны, можно понять так, что Бог имеет особое отношение с еврейским народом. И вот если Господь проявит свою милость, все увидят, что это действительно так. Следующее. «Призри, Господи, от святого храма твоего, и воспомини от нас, и преклони Господь ухо твое, и услышь. Открой очи ты, посмотри, потому что не мертвый Владик, который дух взят из внутренних стих, воздадут славу и хвалу Господу, но человек, скорбящий великой амбиции, который ходил по них шевнило, и глаза под тусклые, и душа алча воздат славу и правду тебе, Господи». «Призри, Господи, от святого дома твоего» – это мы можем понять как храм. Для людей, живших в то время, и язычников, и иудеев, Бог обязательно имеет свой храм, в котором он присутствует, живет. И храм является видимым знаком присутствия Божьего. Поэтому вот эта фраза «призри из храма, из дома твоего». Конечно, мы понимаем, что Богу, Богу с большой буквы, не требуется дом, ему не нужен дом, но вот храм – это видимый знак присутствия Божьего. И поэтому здесь не надо понимать так, что Господу нужен дом, или он живет в храме, как человек живет в доме. Дальше используют цепочку антропоморфизмов. «Преклони ухо твоё» – здесь такой вот очень красивый образ. Евреи шепчут молитву, и как человек, который слышит шепот, чтобы лучше услышать, наклоняет ухо, то и здесь Господь должен преклонить ухо к шепоту молитвы евреев. Следующий образ – это образ открытых глаз. Здесь можно понять, что Господь либо уснул, и теперь открой глаза, либо просто поверни лицо свое и посмотри на нас, чтобы увидеть нас. Здесь, конечно, это антропоморфизмы, когда Богу мы приписываем человеческие черты. Конечно, у Бога нет уха, глаза, лица, но как мы можем описать дух, чтобы это было всем понятно? Только используя образы из человеческой жизни, из человека. Дальше используется прием, который часто встречается в псалмах. Автор псалма и автор книги говорит так. «Ты можешь нас убить, и мы погибнем. Что с нами будет? Мы сойдем в могилу, мы сойдем в шеу, мы сойдем в ад. Но в аду мы тебя не сможем прославлять. Поэтому оставь нас здесь, на земле, и мы будем тебя славить». Поэтому, убив грешника, Господь лишается одного из своих поклонников. В данном случае мы можем этот отрывок толковать по-разному. Мы можем говорить о том, что здесь автор ничего не знает о загробной жизни. А можно просто растолковать в свете вообще всего священного писания. Да, люди в Ветхом Завете сходили в шеул, в ад, и в аду они не ощущали присутствия Божьего и не молились, не воспевали его. Кто прославит Господа? Кто сможет покаяться? Только те, кто кается здесь, на земле. Следующий отрывок. «Не по правдам отцов наших и царей наших мы подвергаем моление сие пред лицом твоим, Господи Божий нашим. Ибо на нас ты послал ярость твою и гнев тую, как говорил ты через работу их пророков. Так сказал Господь, сказал, «Оните плечи ваши, чтобы работать царю Вавилонскому, и будьте жить на земле, которую дал отцам вашим. А если не послушайте голоса Господа, чтобы служить царю Вавилонскому, я сделаю то, что исчезнет в городах иудейских и окрестных Иерусалима. Голос веселья, голос радости, голос жениха, голос невесты. И не будет на всей этой земле следа обитающих». Автор книги говорит очень четко о том, что те наказания, которые Бог послал им, даны за их грехи. И каяться, молиться, исповедовать свои грехи должны именно люди, которые живут сейчас на земле. Нет такой отсылки. «Ну Господи, вот тогда жили праведные люди, и они поступали хорошо, и вот ради них это сделай». Нет, человек согрешил, он должен покаяться. Автор книги, пророк Варух, цитирует пророчество из Иеремии. Иеремия говорила следующее, что евреи должны были подчиниться царю Вавилонскому, Новому Худоносору. И тогда они останутся на земле. Но они не подчинились и были уведены в плен. Голос радости, голос жениха невесты – это величайшая радость. И она тоже исчезнет. «Но мы не послушали глаз этого, чтобы служить царю Вавилонскому. И ты исполнил слова твои, которые говорил через работы пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего. И вот они, выбравши на дневной зной их ночной холод, а они умерли от злых болезней, от голода, от мечей знания, «Ты оставил дом, который наречено имя-то, как сегодня, за нечестие, дом Израиль, дом Иуды». Евреи не исполняли, Бог их наказал. Одно из наказаний – это взяты были кости и выброшены. Значит, здесь действительно завоеватели так поступали, чтобы еще больше бедствия, больше унижения побежденным показать, вынимались кости, а там был особый вид захоронений, вот эти кости вынимались, и они разбрасывались. Еще что интересно, для евреев же кости мертвецов – это были предмет нечистый, и, соответственно, туда, куда она падает, это место становится нечистым. То есть, кости разбросаны, все нечистое. Господь через пророка сказал о наказании, сказал о причинах наказания, но Господь не оставляет Израиль по своей милости, потому что он любит Израиль, потому что он когда-то обещал праотцам заботиться Израилю, и поэтому он дает ему обетование. «И ты, Господь Божий, нас поступил с нами по всему снисхождению и по всему великому милосердию, как сказал ты, чрезрабатывая Моисея в тот день, который повелел ему написать закон пред сынами Израиля, говоря, если вы не послушайте глаз ему, то это великое и многое множество народа обратится в малое среди народов, между которыми я рассею их. «И я знаю, что они не послушают меня, ибо они народ упрямый, но они обратятся к сердцу своему в землю переселения своего, и познают, что я Господь Бог их. Я дам им сердце, и разумеют и уши, и услышат, и будут прославлять меня на земле переселения своей, и вспоминать имя мое, и отвратятся от упорства своего, и от злоделтых, ибо вспомнят пути отцов своих согрешивших пред Господом, «И я возвращу их в землю, которую клятую обещал отцам их Аврааму и Сакуаквы, и они будут владеть ее, и умножу их, и они уменьшатся, и поставлю с ними вечный завет в том, что я буду их богом, они будут моим народом, и более не сгоню рода моего Израиля из земли, которую дал им». Автор цитирует несколько отрывков из Ветхого Завета, в том числе из книги пророка Иеремии, соединяя ее со словами Моисея, о том, что евреи будут изгнаны, но в земле изгнания они покаются, обратятся, Господь поможет им, то есть даст новое сердце, новые уши, новые глаза, они обратятся, станут верующими, и Господь их вернет. Но самое главное, что обещает Господь, что будет заключен Новый Завет, об этом говорит пророк Иеремия, что будет заключен Новый Завет, Другой Завет, этот Завет будет вечный, и его условия, его права и обязанности будут, конечно, такими, как были на Синае. Мы знаем, что этот Завет был действительно заключен, и он был заключен не только с Израилем, но и со всеми людьми, которые придут к Господу. Мы с вами прочитали вторую главу книги пророка Варуха, мы с вами были на портале exeget.ru, и меня зовут Дмитрий Берч Тобыкин. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok